40 работодателей, 211 вакансий по 47 специальностям. Впервые возможность найти приемлемое место заработка в ходе непосредственной встречи с будущим нанимателем получили во Владивостоке горожане с ограниченной трудоспособностью. Рабочие места для соискателей и инвалидов готовы были предложить детские сады, школы, вузы, а также банки, страховые компании, предприятия электрических сетей, торговые сети. Работа для каждого гражданина очень важна. Это не только материальная составляющая, это прежде всего социальная, психологическая защищенность, это способ профессионального развития. Среди вакансий есть предложения для разного уровня профессионального образования. Тут найдется работа для инженеров, бухгалтеров, конструкторов, учителей, библиотекарей, а также для различных специалистов рабочих специальностей. К слову, последних искал и Всероссийский детский центр «Океан». Мы подбираем такие вакансии, как дворников и уборщиков. Интерес есть, люди подходят, берут листовки, ознакомливаются, спрашивают обратную связь, как им получить. Также посетители ярмарки смогли получить консультации по социальным правам и гарантиям при трудоустройстве инвалидов. Стоит отметить, что работодатели не боятся брать в штат людей с ограниченными возможностями, тем более если человек хочет и стремится работать. У нас работают люди с инвалидностью, их по-моему 8 человек и работают достаточно на разных вакансиях. Как показывает практика, проведение ярмарок вакансий остается одним из самых востребованных способов взаимодействия между работодателем и соискателем. Для работодателя это всегда возможность найти соискателей, представить, презентовать свою компанию. Для соискателей это возможность одновременно познакомиться сразу с несколькими работодателями, оставить свое резюме и пройти первоначальное собеседование. На 1 июня 2018 года численность официально безработных граждан Владивостока, состоящих на регистрационном учете в Центре занятости, составляет 618 человек. В мае за содействием в поисках подходящей работы обратилось 869 соискателей. При этом реальный статус безработного из них получили только 153 человека, то есть около 18% обратившихся. По данным статистики, самый низкий уровень безработицы в крае демонстрируют Владивосток, Артем, Уссуриск, Арсеньев и Находка. Дмитрий Беломестов, Алексей Заровный, Новости на Восьмом.